МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наши новости в студии. Вячеслав Селезнев сегодня в выпуске. 23 февраля, в День защитника Отечества, в Березово прошел 12-й районный фестиваль конкурс гражданской патриотической песни. В течение почти месяца на территории нашего муниципального образования будет работать выездная медицинская бригада Центра профессиональной патологии из Ханты-Мансийска. В Березовском спортивно-тренировочном центре прошел 8-й открытый турнир по мини-футболу среди взрослых команд на Кубок Виктории, посвященный Дню Защитника Отечества. Об этом и многом другом в нашем сегодняшнем выпуске. В Сарампауле пошла очередная и уже 71-я Олимпиада оленеводов. А еще этот праздник называют Днем Оленевода. В преддверии весны в этот населенный пункт съезжаются десятки представителей славной и почетной профессии, чтобы помериться силами в гонках на нартах, на мах, на рысь, показать свое удалим мастерство. Праздник проводится раз в два года. Он давно стал популярным не только среди жителей Сарампаули всего Березовского района. На него приезжают гости и из ряда других регионов Российской Федерации. Сегодня мы будем смотреть, как наши лидеры национальных видов спорта будут соревноваться, как наши олени-упряжки, наши почетные, уважаемые оленеводы покажут свое мастерство. Березовский район – это исторический район. Березовский район – это мощный район. Березовский район, Сарампауль – это самая гостеприимная земля. Всех с праздником! Более подробную информацию о празднике смотрите в наших ближайших эфирах. И к праздничной теме, а именно прошедшему Дню Защитника Отечества. Его история начиналась в 1922 году. Тогда этот праздник назывался День Красной Армии и Флота. Современное же название День Защитника Отечества он приобрел в 1993 году. Традиционно во всех образовательных учреждениях и не только проходит множество различных мероприятий, посвященных данной дате. Так в детской центральной библиотеке состоялся конкурс «А ну-ка, мальчики и папы!» подробности в материале Юлии Астаховой. Ежегодно в стенах детской библиотеки праздновали Дня Защитника Отечества проводятся тематические мероприятия. В этот раз сотрудники библиотеки совместно с преподавателем начальной школы Светланой Муратовой подготовили для детей и пап программу с различными и необычными заданиями. В нашей детской библиотеке прошло мероприятие, конкурсная программа «А ну-ка, мальчики и папы!» где соревновались три команды – папа и сын. «Были подготовлены очень хорошо, приготовили название команды, девиз, конкурсы были придуманы интересные. Папа с сыном разбирали вместо автомата мясорубку. Мы подумали, что же можно придумать вместо автомата. Решили, что это где-то близко с этим. Очень хорошо справились. Справились хорошо в конкурсе мамин и помощницы. Не просто, что нам стоит дом построить. Замечательно крутили шурупы. Вообще, очень активные сегодня были папы. Спасибо им большое». Для болельщиков также была проведена викторина из каверзных вопросов. А девочки этого класса подготовили стихотворения и песни для пап и своих одноклассников, будущих защитников. «Брат мой десантник, снова задание. Родине служба – это призвание. Долг исполняешь свой, дружба и мужество. Это не просто слова для тебя». В конце мероприятия дети вручили отцам подарки, изготовленные своими руками. Со слов участников конкурса, они остались довольны совместным временем. «Большое спасибо организаторам за данное мероприятие. Понравилось от души. Спасибо большое вам». «Все понравились конкурсы. Они были замечательными и совместными. И мы работали в группах. Было три группы, но победила дружба». «Очень понравилось. Надеемся на дальнейшее встречу». Юлия Астахова, Александр Елисеев, автор «Скатерина Березова». 23 февраля, в День защитника Отечества, в Березово прошел 12-й районный фестиваль «Конкурс гражданской патриотической песни». В этом году в нем приняли участие отдельные исполнители и творческие коллективы. А районный центр досуга народного творчества принял в своих стенах порядка 100 участников из четырех населенных пунктов. Дух военного патриотизма впитала в себя и наша съемочная группа. Праздник 23 февраля объединяет большинство мужчин. В этот день со сцены досугового центра звучали слова поздравлений в адрес ветеранов, молодых воинов и, конечно же, в адрес тех, кому еще только предстоит исполнить свой гражданский долг. Как заметил глава районной администрации Сергей Кравченко, эта дата для проведения фестиваля была выбрана не случайно. «На мой взгляд, не зря фестиваль проводится в тот день, когда мы празднуем День защитника Отечества. Это очень важно, иметь опору. Я уверен, что сегодня присутствующие ребята понимают, что как раз надежда на вот такую защиту в их лице есть у всех живущих. Всех с праздником, 23 февраля». 23 февраля – знаменательная дата для всех служивших в армии мужчин. А как отметил главный военный с самой северной точки Югры, это праздник и для всех женщин, которые с тревогой и гордостью ожидали возвращения из рядов вооруженных сил своих сыновей и братьев любимых. «От всего сердца искренне хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, действительно замечательным, Днем защитника Отечества. 23 февраля, по сути дела, это всенародный праздник. Но прежде всего, это значимая дата для всех мужчин, кто имел честь когда-то носить погоны и военную форму одежды. А тем паче для тех, кто и в данный момент носит их». У зрителей была возможность в очередной раз убедиться в талантах выступающих. Здесь звучали песни преимущественно на патриотическую тематику военных времен. Тема патриотизма в песне всегда была близка русскому человеку. С ней он шел в бой, а в минуты затишья песня помогала залечивать раны. Потому что пелась она о любимом доме, о родной березке, что стояла у пруда, о девушке, которая верно ждала своего солдата. «И пускай пока немного велика, пап-паха, но в Сиде-Казачьем-Старом я уже держусь». «Небо на планы свинцов и тучили, стелится низко туманными рваными, хочется верить, что все уже кончилось, только бы выжил товарища раненых». «Россия, Россия, Россия, Россия!» Что же касается участников фестиваля патриотической песни, то они собрались не только, чтобы продемонстрировать свое мастерство и талант, но и через выступление выразить свое отношение к родине. «Многие жизни отдали на войне, и такие мероприятия патриотические для нас, чтобы мы все-таки не забывали. Приехала на Патриот победить конкурс со своим коллективом, с надеждой, что мы победим». Праздник, который устроили организаторы фестиваля, стал настоящим подарком как для его гостей, так и для самих участников. «Очень интересно. Я когда приехала, все-таки первый раз я здесь. Было похоже на лабиринт для меня. Ну, вообще, это очень хорошо. Мне очень нравится. Мне очень нравится так, как поют остальные участники. И мне очень хорошо. Я счастлива, что смогла вступить здесь». Двенадцатый фестиваль гражданской патриотической песни «Патриот» завершился вручением дипломов. И, как заверили организаторы, этот праздник обязательно повторится в следующем году. Юлия Макушина, Владимир Чернышев, авторское телевидение «Березова». И продолжение темы. Впервые в честь празднования Дня Защитника Отечества состоялся автопробег по маршруту Березовой Теги, рассказывает Юлия Астахова. Не совсем обычное мероприятие прошло 23 февраля. Автопробег «Березова Теги» начался с митинга перед зданием районного центра досуга и народного творчества. Первое напутственное слово, как и полагается, было предоставлено начальнику отдела военного комиссариата по Березовскому району Рашиду Хазиеву. Благодаря проведению подобного рода мероприятий этим самым мы отдаем дань уважения прежде всего тем, кто сейчас охраняет нашу страну на внешних рубежах. Отдаем дань памяти тем, кто уже никогда не вернется с полей сражений, кто навсегда остался там. Этим мероприятием мы ознаменуем начало празднования Дня защитника Отечества в 2016 году. Перед отправкой колонны в путь слова благодарности и поздравления всем присутствующим мужчинам выродила заместитель главы городского поселения по социальным вопросам Наталья Красивина. Сегодня я хочу пожелать вам бодрости, здоровья, оптимизма, замечательного настроения и чтобы все было у вас просто замечательно и хорошо. Спасибо вам за то, что вы есть у нас. Маршрут Березово-Теги был выбран не случайно. Относительно недавно в этом селе был открыт памятник погибшим воинам во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Именно сюда направили все участники автопробега, чтобы отдать дань уважения погибшим. Почему принял участие? Отдать дань людям, которые здесь когда-то ушли на войну и не вернулись. Хотя к селу и маленькое, но очень много народу отсюда было призвано. Очень много народу погибло здесь, не вернулось сюда. Ну как бы в честь Дня защитника Отечества предложили, я поехал. Жители села радушно встретили гостей из Березова, как и полагается, с хлебом и солью. После торжественной встречи все присутствующие возложили цветы к памятнику погибшим воинам. Тиги – одна из небольших деревень, которая потеряла во время Великой Отечественной войны очень много мужчин. Вот на этом памятнике 101 человек поставлено в память о погибших. Именно погибших официально, то есть получивших похоронки, это не считая тех, которые пропали без вести. И поэтому мы решили приехать сюда в этот праздник День защитника и поклониться, и возложить цветы истинным защитникам нашего Отечества. Вечная память героям-землякам, отдавшим свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны. Юлия Астахова, Роман Тягунов, авторское телевидение Березова. Продолжаем наш информационный выпуск. В очередной раз епископ Егорский и Нягоньский Фотий посетил Березовский район. В этот раз он побывал в Сарампауле и Щукурие, где провел службы в местных храмах, рассказывает наш корреспондент. Очередной визит епископа Егорского и Нягоньского Фотия в Березовский район, а именно в Сарампауле, совпал с традиционным в этих краях Днем Оленевода. Основной же целью владыки было непосредственное знакомство с жителями Сарампауля. В свое время от православных христиан этого поселка поступило предложение о направлении к ним священника. Такое чувство, как будто я погрузился в какую-то такую свойскую домашнюю обстановку. И очень приятно, что люди не теряют здесь такой доступности, как бы народность. Тот разговор, который я слышал уже не один раз о строительстве, это часовня, а идет разговор о строительстве храма, я думаю, он имеет свое обоснование. И может, на самом деле, со временем здесь будет построен настоящий типовой храм. Проведя небольшую экскурсию по поселку, владыка посетил детскую школу искусств. Послушал выступления юных дарований. Зонды, глуха, спи, моя рыбка, спи, не рюна. А затем уже вечером провел службу в приходе храма, названного в честь Казанской Божьей Матери. Кроме того, владыка побывал и в деревне Щекурия, где также в храме Крещения Господня была проведена служба. Этой церкви почти 150 лет. Сейчас в здании находится местный клуб. Не первый год ведутся разговоры о переводе клуба в другое место и начале реставрационных работ. Исторически этот храм принадлежал церкви. И в это здание люди шли не как в клуб, как он сейчас, а шли именно как в храм Божий. В намоленный такой храм, и это, знаете, вот как-то внутренне чувствуется, потому что охватило какое-то такое благоговение, что ли, вот перед той историей и перед тем духом, который вот тут есть в этом храме. Поэтому я думаю, что даже по праву, по своему историческому предназначению он должен вернуться и исполнять те функции, которым он был предназначен, как храм Божий. Реставрировать надо будет, и очень долго это придется. Может даже придется новый храм построить. Но тут на самом деле заешь, и как будто не в клуб заходишь, а как будто вот какое-то помещение на душе становится спокойно и хорошо. Сергей Чупыра, Роман Тягунов. Авторское телевидение Березова. В течение почти месяца на территории нашего района будет работать выездная медицинская бригада Центра профессиональной патологии из Хантамансийска. За это время врачи из окружной столицы проведут прием пациентов в таких населенных пунктах, как Нексимболь, Холимсун, Сосио-Ванзитур. О том, как такой прием проходил в Сарампауле, смотрите в нашем следующем материале. Врач-отоларинголог Надежда Зырянова первый раз в Сарампауле было чуть более 10 лет тому назад. Как говорит, тогда в отдаленных населенных пунктах работали по несколько недель. Сейчас ситуация изменилась. График поездки по поселкам расписан буквально по дням. Где-то 5, а где-то 2 и 3. В Сарампауле уже планируется задержаться почти на неделю. По опыту прошлых лет за время приема может обратиться несколько десятков пациентов. В основном заболевание носа, носовых пазух. На втором месте заболевание уха, тугоухость. С чем вот эти заболевания вызывают? Ну, простудный фактор – это первое. Климатические условия здесь же, в общем, достаточно холодно и ближе уже и Малонетский округ. Так что, естественно, люди. И я вам хочу сказать, отсутствие квалифицированной медицинской помощи узких специалистов здесь как бы очень редко бывает. Да, отсутствие узких специалистов на местах – это одна из отличительных особенностей отдаленных и труднодоступных поселений Югры. Выездная же медицинская бригада Центра профпатологии пытается эту проблему решать. Два раза в год, летом на плавполиклинике Николай Пирогов и по синим дорогам с января по март врачи спешат на помощь своим пациентам. С каждым годом мы стараемся расширить перечень специалистов, которые посещают населенные пункты, с просьбом населения. В этом году у нас приехал педиатр, приехал хирург обслуживает, у нас терапевт, офтальмолог, лор-врач, гинеколог. Мы делаем УЗИ, возим с собой лабораторию, то есть полный спектр лабораторных исследований проводим. Кардиограмму также делаем, многие другие виды исследований. Как говорят специалисты Центра профпатологии, в Саран-Пауле среди обратившихся пациентов, а их было порядка 300, больше всего выявлено с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ишемической болезнью сердца, гипертонии, а также с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кто-то будет продолжать лечение по месту жительства, а кому-то из Саран-Пауле понадобятся консультации в лечебных учреждениях Нягани, Сургута или Ханты-Мансийска. Медики очень редко приезжают, желательно бы раз в квартал, или хотя бы раз в полгода. Ну и такие специалисты, узкие именно специалисты, нужны у нас. Было бы замечательно, если приезжали вообще раз в квартал. Так было бы, конечно, даже еще лучше. В прошлом году из-за ряда объективных причин, низкая вода летом и неблагоприятные условия зимой специалисты профпатологии не смогли добраться до Саран-Пауле. Предполагается, что в этом году теплоход Николай Пирогов начнет свою навигацию с отдаленных населенных пунктов Березовского района. Плавполиклиника Центра профпатологии начинает работать именно с Березовского района концом мая месяца. Выверим также график, сколько времени в каких населенных пунктах, начиная с Саран-Пауле и заканчивая тегами. Сергей Чупыра, Роман Тягунов. Авторское телевидение Березова. И к новостям спорта. Замечательный подарок Дню Защитника Отечества сделали себе и своим поклонникам юные хоккеисты гримского клуба «Айсберг». Впервые они приняли участие в знаменитом хоккейном турнире «Золотая шайба». На 11-м региональном этапе, который проходил в Сургуте, команда завоевала серебро и заняла таким образом вторую ступень на пьедестале подсчета. Дома спортсменов встречали группу поддержки, преданные болельщики и наша съемочная группа. Такую радостную встречу игримским хоккеистам устроили, пожалуй, впервые. И хотя результат отборочного этапа уже был известен, болельщики сошлись в едином мнении, что для первого раза, а игримская команда «Айсберг» впервые принимала участие во всероссийском турнире «Золотая шайба», второе место – результат достойный. Больше всех волновались, конечно, родители юных игроков. У нас такое волнение, мы постоянно звоним, когда, конечно, игра. Я вообще эту неделю ничего дома делать не могла, потому что они все, все вот эти вот дни, они все игры выигрывали, и вот одна осталась решающая, мы уже так. Я говорю, я ничего делать дома не буду, потому что, ну, чтобы фортуну, так скажем, избить, удачу. Ну, немножко чего-то вот не хватило. После каждого периода обязательно звоним, спрашиваем, и доклад, так скажем, как они отыграли, что они сделали, какой внесли свой вклад в игру. Дети воспитываются настоящими мужчинами, они в игре воспитываются коллективизм. Дети воспринимают не только то, что он единственный, а в коллективе, что они могут, а после этого еще у них возникает такое, что вот мы команда, в любое место, куда мы ездим, если мы команда, мы выигрываем. В этом году второй региональный этап среди мальчишек до 13 лет проводился в Сургуте и назывался пятый открытый турнир по хоккею среди дворовых команд, посвященный памяти Виктора Варенюка. Отбор на него в своих муниципалитетах прошли восемь команд, и, конечно, каждая из них очень хотелось победить. Все команды были разбиты на две подгруппы, по четыре в каждой. Играли мы в две подгруппы, по четыре команды, восемь команд, по две подгруппы, в каждой группе четыре команды. Вот. Мы в своей подгруппе заняли первое место. Потом мы играли с Ураем за выход. Выиграли 3-1. И вот за первое место получается. А Нягань играла с Ханты-Мансийским. Нягань выиграла Ханты-Мансийский. И вышли мы опять. Мы с ним, они были в нашей подгруппе. Мы их выиграли у себя в подгруппе. А за первое место вот не получилось. Во второй подгруппе сразу выделились две сильнейшие команды. Сибиряк из Нягани и Айсберг из Игрима. Именно они, разгромив соперников по группе, встретились, чтобы определить сильнейшего. Сибиряк в этом матче проиграл со счетом 1-10. Казалось бы, с победителем турнира теперь все было ясно. Но детский хоккей, тем более дворовой, непредсказуем. Вот и на этот раз в полуфинале, одолев сильную команду из Ханты-Мансийского района Северной Волки со счетом 8-5, команда из Нягани вновь встретилась с командой из Игрима, но уже в матче за золотые медали. Мне понравились все игры, то есть новые команды, все же новые команды были. Все были интересны. Мы с ними никогда не играли. Шершней команда была. Она мне больше всего запомнилась, потому что, по моему мнению, это была, как бы сказать, достойная игра. То есть бились до конца, но и вышли в финал. Последняя игра мы не смогли выиграть. Команда не настроилась. Думали, что все, кубок у нас в руках и проиграли. Не надо недооценивать команду и всегда выходить на лед с хорошим настроем и пытаться побеждать. Сейчас начнется интенсивная подготовка к традиционному кубку Александра Ноктева. Кстати, это будет хорошая возможность взять реванш у нынешних обладателей золотой шайбы. Ведь Няганьский сибиряк также примет участие в этом престижном турнире. В Березовском спортивно-тренировочном центре прошел восьмой открытый турнир по мини-футболу среди взрослых команд на Кубок Виктории, посвященный Дню Защитника Отечества. С каждым годом команд, желающих принять участие в открытых соревнованиях по мини-футболу, становится все больше. Турнир постепенно набирает обороты. И, как отметили организаторы, география участников соревнований в этом году расширилась. Владеть Кубком Виктории стало престижно. В этот раз побороться за почетный трофей предстояло шести коллективам. По две команды из Березовой и Нягани, коллектив из Игрима и команда, впервые приехавших с футболистов из столицы Ямала. Тем самым турнир стал межрегиональным, что, соответственно, повысило его статус и прибавило зрелищности. Разговаривал после открытия. Подошли ребята из Нягани и подошел представитель команды, которые приехали из Ямала. И он так подходит, здравствуйте, здравствуйте. А я, говорит, замглавы администрации города Лабытнанги. Огромное спасибо, что вы нас пригласили. Как у вас то-то-то-то-то. И он говорит, а у нас, говорит, такого нету. У нас вот только проектируется. Мы играем в маленьких зальчиках. Зовите, говорит, нас всегда. В одной из первых игр встретились хозяева турнира, футболисты из первой команды Березова и Игримчани. Игры с участием этих коллективов всегда вызывают повышенный интерес у болельщиков. Очередная встреча давних соперников закончилась ничейным результатом. 2-2. А вот в игре между Салихарским Рубином и Няганской Югродрайв победу со счетом 3-1 одержали гости из столицы Маланинецкого округа. Они, кстати, и стали обладателями Кубка Виктории, заняв первое место, пройдя весь турнир без поражений. Это уже сложившаяся традиция, именно накануне 23 февраля, мужской праздник, делать этот турнир, посвященный, ну, конечно, это на Кубок Виктории, собственно, нашего комплекса, ну и также к Дню Защитника Отечественного. Уже, как сегодня сказали, уже восьмой раз проводим. Очень рад, как организатор, что такой состав команд к нам приезжает. То есть, смотрите, Нягань уже с Алихар приехал. После двух дней футбольных баталий второе место досталось и гримским гостям. А бронзовыми призерами стала команда футболистов Югродрайв из Нягани. Затем Няганьский Реал, на пятом месте Березово-1 и на шестом Березово-2. С каждым годом качество игры улучшается, немножко меняются команды, но с годами они станут все сильнее. Потому что если брать первый опыт нашего приезда, это было пять лет назад, то в основном борьбу за первые три места вели, ну, три команды из восьми. То сейчас можно посмотреть, что минимум пять-шесть команд, а в этом году всего их шесть. То есть, практически каждая команда претендует попасть в тройку. Не забыли организаторы и о лучших игроках. Ими стали Александр Панасенко Югродрайв, и гримчанин Сергей Чумаков, а также Роман Сопрыкин и Сергей Власенко из Салихардского Рубина. Юлия Макушина, Вячеслав Селезнев, Владимир Чернышев. Авторское телевидение «Березова». В игриме продолжает активно развиваться адаптивный спорт среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 23 февраля празднику сильных и мужественных людей здесь посвятили небольшой турнир по настольному теннису. Рассказывает Оксана Дятлова. Оказывается, в настольный теннис прекрасно можно играть, даже если у тебя одна рабочая рука, и даже если эта рука левая. Главное, чтобы было большое желание и тяга к спорту, несмотря ни на какие преграды. Дню защитника Отечества игримские спортсмены решили посвятить теннисный турнир, ведь именно этот вид спорта, несмотря на всю сложность, остается доступным для многих. Хочется сказать, что именно защищая Родину, на службе в армии, в локальных войнах, очень много людей теряют здоровье. Вообще, спорт инвалидов зародился после Второй мировой войны, потому что после войны было очень много коллег, людей, которые теряли руки, ноги и так далее. И вот уже столько лет, это все-таки спорт людей с ограниченными возможностями поднялся на очень хороший уровень, особенно последние годы, включая игрим. Адаптивный спорт в игриме стал развиваться недавно последние лет пять. Плавание, легкая атлетика, настольные игры и, конечно же, теннис. По словам тренера, здесь нужно учитывать физические возможности спортсменов. У кого-то затруднены передвижения, у кого-то только односторонняя подача. Все это надо проанализировать и выстроить игру правильно. Цена каждого очка в теннисе инвалидов выше, чем в традиционном настольном теннисе. Каждый розыгрыш тщательно обдумывается и готовится, но тем интереснее наблюдать за партиями. Шесть участников, трое мужчин и трое женщин, играли между собой, каждый в своей подгруппе. Среди мужчин впервые победителем стал Геннадий Кириллов. За первое место награждается Геннадий Кириллов. Среди женской части непревзойденный чемпион Жанна Боль. Она достойный соперник и для здоровых игроков. За ее плечами две спартакиады окружного уровня. Во время последней поездки в Хантамансийск Жанна заняла второе место среди женщин своей подгруппы. Кроме почетных грамот, все участники получили небольшие денежные призы. Конечно, они ждали эти соревнования. Это у нас отборочные, поселковые. Потом у нас в марте будет районная спартакиада по теннису. И потом у нас округ, сейчас скажу, в сентябре на округ едем. Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение Березова и Грим. И в заключение выпуска следующая информация. С 26 по 29 февраля в Березовской школе искусств состоится заключительный этап открытого районного фестиваля конкурса юных музыкантов «Божий дар-2016». В нем примут участие юные музыканты из городов и поселков Белоярска, Октябрьского и Березовского районов, а также из Ямалоненецка автономного округа. Открытие фестиваля конкурса юных музыкантов «Божий дар» состоится 26 февраля в 10 часов в Березовской школе искусств. 26 по 28 февраля состоятся конкурсные прослушивания по номинациям. В программе конкурса также мастер-классы и творческие встречи преподавателей. 28 февраля в 15.00 в Центре досуга и народного творчества состоится торжественное закрытие и галоконцерт лауреатов фестиваля конкурса. Это вся информация на сегодня. В студии для вас работал Вячеслав Селезнев. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин